Доброе время суток, дорогие друзья и прекрасные зрители! И вот я снова на выставке-ярмарке сделана в СССР. И вот перед вами старое-старое пианино. А в стареньком телевизоре поёт Майя Кристалинская. Друзья, буквально только что здесь проходил аукцион. И несмотря на то, что я значительно опоздала к началу, я всё-таки поучаствовала в нём. И мне даже достался столовый набор на 6 перцон, 30 предметов. Это набор 80-х годов СССР в родной коробке. Ну и изготовитель завод металлоизделий имени Кирова. Первая нержавеющая сталь и частичное здесь золочение. 6 ножей, 6 вилок, 6 ложек больших, 6 чайных ложек и 6 кофейных ложек. Ну вот, такая красота. Рисунок очень интересный. Раз, 150 рублей. Два, 150 рублей. Три. Ну теперь ты вообще больше. Итак, что нам дальше? Да. С преданным. Ребят, ну и теперь мы в самом конце, по традиции, я ещё раз говорю, я забыл, что там лежит. Вот в этом ящике лежит какая-то штука. Я её предлагаю разыграть. Итак, жду ваших предложений. 50, 100. 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. А вдруг там что-то какая-нибудь рюмочка лежит. 500 рублей, 550. Ну вы знаете, что я просто так ничего не кладу. 600 рублей, 650, 700, 750, 800, 900. Прыгнули. 950 тысяча после 1100 рублей. 1100, 1200, 1300, 1400. Может вообще нам одни чёрные ящики здесь поставить? 1100, 1300, 1400, 1500, 1500, 1600, 1700, 1700, 1, 1800, 1900, 1, 1900, 2, 1900, 3. Родова. Можете открыть. Ура, поздравляем. Давайте похлопаем. Серёга доставай. Да, до 1900, но на самом деле, не знаю, да. Что у нас там в чёрном ящике? А тут северный подстаканник. Поэтому вам повезло. Конечно, он стоит значительно дороже, но он ещё в таком люксовом состоянии. В люксовом, да. То есть северная черня, Дагестан, серебро, 875-й пробы, позолота. Со стаканом. Да, со стаканом, который входит сюда вот просто вот так. Всё, ребят, спасибо вам огромное за участие. Приглашаем вас в следующий раз. До свидания. Смотрите, основа для лампы. 60 тысяч вена. Ручная роспись. Позолота. Металл. Фарфор. Тарелочка. 2000. Ещё одна. А вот ваза Дрезден. Начало 20 века. Фарфор. Прорезную фарфор крышка. Ручная роспись. А вот бакара. И, кстати, две вазы такие есть. Начало 20 века. Высота 36 сантиметров. 45 тысяч. Столовый сервиз. Пернадот. 70-80. Стиль барокко. Тарелки глубокие, мелкие. Десертные. Продолжение. Чайный сервиз. Чайник. Чайные пары. Какая красота. Вот ещё один сервиз. Очень красивый цвет. С драконом. Друзья, и начну я свой обзор с посуды, которую продают частные продавцы своей коллекции. Ну, в основном это чайные пары советского периода. Очень много чайных пар раннего советского периода. Много и посуды из ГДР, времён ГДР. На них стоят ценники, что очень удобно. Ну, давайте же познакомимся с ними. С некоторыми. В рубилке блюдец тысяча. А барбари сколько стоит? 800 рублей. Старенький-старенький. Но в хорошем состоянии. В рубилке. Очень старенький. Очень старенький. Чайная пара 4,500. С кобальтом. 1200 чайная пара. 800 рублей. Горбилки тоже старые. А ну, совсем старые. Смотрите, какая маслёнка. Ручная роспись. Лепка. Лепка, да. Ручная роспись. так что и здесь на столах мы можем видеть и антиквариат причем хорошей сохранности кстати прислушайтесь играет советская музыка на которой мы воспитывались с присущей ей добротой и ценностями как на которые ну в общем вошли в нашу жизнь и которых так сейчас не хватает и так хочется снова верить что все хорошее еще впереди а вот кстати и блюдо моего любимого завода конакова и у меня такое желто-коричневое блюдо уже есть но зеленое мне кажется даже еще интереснее и кстати когда-то я мечтала купить чайную пару с петушку сколько же она стоит а вот молочная с циклой 2 2 500 три тысячи это тройка сохранится чайник очень красивый молочник тысячи рублей пдр так а вот этот молочник это по моему фазе посмотрим лпз 800 рублей здесь чайная пара сахарница чайник все вместе можно купить и вот сервис сирень сколько здесь молочник стоит молочник 100 900 долёва люстровое покрытие сахарница чайник очень красивая чашка а это тройка 1800 лпз кончайший рисунок тоже очень красивый лпз лпз чайная пара 700 рублей 4 чайная пара сахарница молочник и снимаем и раз два три четыре снято друзья спасибо что за то что были со мной спасибо за ваши лайки и комментарии во второй части вы увидите обзор отделов с фиксированными ценами тем более это будет интересно так как в эти выходные дни были скидки а я с вами прощаюсь до следующего видео наступили чудесные теплые дни весеннего всем настроения до встречи наступили чудесные теплые дни